Всем привет, соколики! Данное видео посвящено вопросам невежества, вопросам чести, достоинства, ну и вообще технологии. Этики и морали. В общем, накрутил, наговорил, уже непонятно чего. Давайте разбираться. О чем я хочу сказать. За последние сто лет наша цивилизация шагнула настолько далеко вперед, что кажется, что мы такие крутые, вообще круто развиваемся. Ну, подумать только. Еще сто лет назад мы ездили на тележке и орбе, а уже можем сесть в самолет и буквально через пару часов оказаться совсем в другом краю света, в другой части света. Но так ли все радужно? Давайте подумаем. Ведь вопросы этики и морали остаются теми же самыми, что были и сто лет назад, и двести, и триста, и туда дальше. Почему я об этом говорю? Потому что если мы не будем руководствоваться этими вопросами, мы не сможем дальше шагнуть вперед ни как личности, ни как народ, цивилизация и так далее. Поскольку иначе мы будем подобны обезьяне с гранатой. Ну, дать неподготовленному человеку серьезное знание, он может очень сильно набедокурить. То же самое касается любой технологии, любого новшества, которое вводится человечеству. Технология сама по себе, это ключевая мысль, без личностна. Она никакая. Она ни хорошая, ни плохая. И какой-то ее делает сам человек. Мы понимаем, что молотком можно ударить по башке другого человека, а можно, извините меня, сделать красивую поделку, сделать красивое изделие, даже дом построить. Нож является самым распространенным орудием убийства. Но при этом невозможно запретить нож, потому что ножом мы делаем все в быту, начиная от того, чтобы колбаску порезать, заканчивая, не знаю, в ту же, не знаю, какую-нибудь там поделку сделать. То есть молоток, нож, они сами по себе не несут ни хорошести, ни плохости, так называемыми. Какими-то их делает человек. То же самое касается, например, цифровизации. И вот в интернете много хайпа на эту тему. Да, вот там это цифровой концлагерь, а у них находятся сразу противники. Нет. Вот, пожалуйста, мы должны понимать, что она безличностна цифровизация. Развитие, оно безличностно. И каким-то его делает человек. И уже 50 лет назад мы могли быть стерты с лица земли ядерными бомбами. Если бы людям не хватило этики и морали, они бы не удержались от того, чтобы не разбомбить друг друга в политических сферах. В политику сейчас не лезу, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Итак, мы, каждый внутри себя, может руководствоваться разными технологиями на саморазвитие. Возьмем тот же интернет. Вот есть даже противники интернета. Есть поборники интернета. Но, если так подумать, еще совсем недавно, чтобы получить какую-то информацию, мы должны были идти в библиотеку, ехать в другой город, возможно, искать в каких-то закромах, перелопачивать кучу литературы, чтобы какие-то крупицы знаний получить. Не говоря уже о том, что было 200 лет назад, когда знание было делом элиты. В то же время сейчас нам доступны самые невероятные ресурсы, мнения. Вы можете послушать меня, можете послушать Васю, Петю, Дашу. Но при этом, при всем, люди иногда выбирают, не все, конечно, но иногда выбирают некий путь деградации, некий путь информационного слива, шлака, флуда. Перебираю слова, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Залипание на ТикТок. При том, что на ТикТоке, кстати, есть интересный формат. И есть тоже образовательный контент. В общем, люди выбирают путь саморазложения. И я хочу в очередной раз опять привести спиральку мысли к тому, что мы сами выбираем, в качестве чего мы используем тот или иной инструмент и что мы от него получаем. Очень легко свалиться всегда в деградацию. И то время, которое мы можем на эту деградацию потратить, мы можем потратить на саморазвитие. Напишите в комментариях, согласны вы со мной или нет. Если вам нравится данный ход мысли, поставьте большой палец вверх. И подпишитесь на канал, чтобы участвовать в наших беседах. И я жду вашего мнения на этот счет. Как вы относитесь к технологиям? Закончу мысль, знаете, читал про Тесла. И есть версии. Конечно, я это утверждать не могу, но я допускаю такой формат. Вот это очень важно. Я допускаю, что в свое время он создал метод передачи электричества через пространство. Об этом много в интернете сказано. И если разобираться, то это вполне себе реально. То есть он использовал те законы физики, которые до сих пор не являются открытыми. То есть то самое, знаете, атмосферное электричество, так называемое. Предположим, предположим. И по преданиям он пошел к разным представителям политикам, к разным представителям общества, чтобы передать эту технологию. Он думал, что люди начнут ее использовать во благо другого человечества. Ведь можно поставить людей в ситуацию, когда им не нужно уже больше испытывать какие-то бедствия. В общем, куча благу. Но потом он решил от этой технологии избавиться, потому что понял, потому что на данном эволюционном витке развития цивилизации люди просто угробят друг друга, если им дать в руки ту самую гранату, а общество будет той самой обезьяной. Правда это или нет, я не знаю. Мне хочется верить, что это правда. Мне приятно думать, что это правда. Но суть остается одна и та же. Мы сами решаем, в качестве чего использовать те или иные блага цивилизаций. И очень легко всегда скатиться в деградацию, и в разложение, и в овощизм так называемый. И очень легко развиться, ребята. И ключевую роль в этом играет этика, самодисциплина. На этом пока все. Опять же, жду ваши реакции в комментариях, подписки, если хотите. И до скорой связи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»